В четвертом классе наш педагог начальной школы упала в обморок у доски. Все безумно перепугались, и именно в тот момент я поняла, что мне необходимо научиться оказывать первую помощь. Время шло, и в восьмом классе, в мае, у нас заменял урок учителю БЖ. В тот момент мы еще не были с ним знакомы, и именно тогда он сказал, что на следующий год начнется его предмет. Тогда я поняла для себя, что хочу участвовать в его олимпиаде. На самом деле поняла для себя, что подготовиться к ОБЖ почти нереально, потому что нет конкретных тем, по которых нужно учить и готовиться. Основная задача стояла следующая – собрать команду единомышленников из ОБЖ и акцентировать там, выделить такое главное звено, которым мы объясняем информацию, ребята. И потом эти ребята уже начинают тренировать друг друга. Самым сложным были узлы и знаки. На узлах был приведен список рисунков, и надо было выбрать, какой из этих узлов, как называется. А про дорожные знаки был тоже, опять же, список картинок. Все они были вроде как похожи, одного цвета, но совершенно разные по назначению. А самые легкие – это были про пешеходов, водителей. Предмет ОБЖ представляет собой очень много различных дисциплин. Там научат и первой помощи, и альпинизму, и пожарной безопасности, и много-много другого. Без командной работы никакие достижения были бы невозможны. Знания, полученные на Олимпиаде по ОБЖ, помогут мне остаться в стороне, когда человек попал в беду. Я хочу связать свою жизнь с этим направлением, возможно, частично потому, что мой отец работает в полиции, и у меня с детства есть интерес к этому.